Мы едем в Дубай! И который не будет ничего делать в ближайшие 10 дней. Что вода, на удивление, очень холодная. То есть нужно прям активно двигаться, чтобы не замерзнуть. Хей, красавчик, можно с вами познакомиться? Незнакомились? Это я так отвечаю. Мы идем на остров, где стоит самое высокое колесо обозрения в мире. Прикиньте, это розовый фламинго! Лучший ужин! Просто жизнь с картинки. Айба, ты едешь с нами? Да? Ты едешь с нами? Помогает собираться. Мы едем в Дубай! Смотрите. Я просто прохожу мимо них, и они сразу-таки включаются. Минутка полезной информации. Я сейчас просто в шоке, ребят, вот с этого. Закрыто просто все. Мы зашли в аэропорт и офигели, потому что сейчас какой-то очередной локдаун в Хельсинки. И не работает... В городе работает только определенные места до 6 вечера. А в аэропорте закрыто все. Ты не можешь даже воду купить. Ничего нельзя. Я в шоке. У нас, короче, ночной рейс. Я очень давно не летала ночными рейсами. Потому что мы прилетаем в 8 утра. Будет, конечно, тяжело. Потому что если я не посплю в самолете, то я буду просто вялым овощем весь день с 8 утра до ночи. Видок у меня, конечно, не из лучших. Но сейчас я буду уже переодеваться, переобуваться в легкую одежду. Потому что, естественно, я не полечу в зимние куртки. И все. И у нас 6-ти часовой перелет. Послушайте, какая тишина в аэропорту. Это все потому, что мы в аэропорту Хельсинки, где вообще немного народу. Доброе утро. Я не знаю, почему во мне проснулась такая блогерская желание. Мне хочется все вам снимать и показывать. Короче, у нас уже день второй. Я стою достаточно высоко тут, кстати. Первый день мы просто откисали после нашего перелета. Потому что мы прилетели в 8 утра. И, по сути, у нас весь день не было особо сил. Но мы все равно успели погулять. Мы увидели офигенный салют и шоу-дронов на пляже. Это было, конечно, очень необычно. Мы даже не ожидали, что мы вот придем и увидим это. Вот. Но сегодня у нас начинается наконец-таки чим. Сегодня, кстати, еще более-менее теплая погода. Потому что вчера я была в толстовке и в своих зимних штанах ходила. Потому что было где-то, наверное, градусов 20. И было очень ветром и как-то холодно. Сейчас я наконец-таки иду загораться и купаться. Вчера я вообще даже не покупалась нигде ни в бассейне, ни в море. Тут, конечно, столько русских везде. Я просто в шоке. Ничего нельзя сказать. Потому что все, кто тебя услышат, все поймут. Вот это наш бассейн, который находится внизу. Прикиньте, сейчас нет ни одного человека. Ну, я думаю, это потому что тут тень. Но вид просто офигенный на Дубай-Марине. Вот это вот лицо отдохнувшего человека, который спал 11 часов. И который не будет ничего делать в ближайшие 10 дней. Какой как. Мне очень нравится вся вот эта вот набережная у Дубай-Марина. Тут столько людей бегает, занимается спортом. Не то, что я. Какая красота вообще. Мы пришли кушать нашу любимую еду в очень крутом месте. С таким вот видосом. Короче, я покупалась. И могу сказать, что вода, на удивление, очень холодная. То есть нужно прям активно двигаться, чтобы не замерзнуть. И я не знаю, что ты не можешь померзнуть. И я не знаю, что это. Но у меня не может быть. И я не знаю. И я не знаю. И я знаю. Я знаю. Это будет просто. Мы выдвинулись на вечерний променад в Помарине. Мне, кстати, здесь нравится больше, блядь, вечером. Посмотрите, вообще, какой вид. Идем кушать бургеры, между прочим. Какой красавчик. Хей, красавчик, можно с вами познакомиться? Незнакомьтесь, незнакомлюсь. Это я так отвечаю. Короче, мы идем на остров, где стоит самое высокое колесо обозрения в мире. Вот, и, кстати, везде на улицах нужно обязательно носить маски, к сожалению. Ну да ладно, смотрите, за такой вид. Просто посмотрите, какое огромное это колесо. Оно вообще даже не влезает во весь кадр. Очень стремно он под ним сидеть. Кажется, что оно сейчас упадет. Мы, короче, когда были на этом острове в прошлом году, тут вообще ничего не было. Было все закрыто, особо ресторанов не было сейчас. Тут такой движ вообще везде. Тут очень много вообще людей. В принципе, куча всего открыта. Вообще, такая красота. Просто какой вид. Посмотрите на эти дома классные. Я просто хожу и залипаю. Сколько же тут классных тачек. Смотрите, там еще фонтан какой-то. Вот сколько людей на набережных. Все идут на шоу дронов на пляже. Прикиньте, сразу после этого шоу вот такой салют. Прикиньте, вот это вот шоу каждый день в 9.30. Вы вообще представляете, сколько это денег? Каждый день такой салют. Я такой салют вообще нигде не видела. Просто вот каждый день приходить сюда на пляж в 9.30 и видеть вот это. Причем каждый день тема и вот это шоу дронов разное. Короче, в Дубае самое вкусное кофе. Это арабика. Я просто не могу. Какое оно вкусное. Но есть только одно в Дубае Марина. И еще в Дубай Мол. Ну, просто посмотрите на это лучше кофе. Короче, у нас уже сегодня день, я не знаю какой, второй или третий. Мы сегодня приехали в Дубай Сафари парк. Я вообще даже не знала, что тут такое есть. Но тут огромная территория, где всякие разные страны. И, соответственно, под этих стран животные. Не знаю, как это объяснить. Мой русский. Ну, короче, тут столько животных. Я вам сейчас буду все показывать. Прикиньте, это розовые фламинго. Может быть, на камере, кстати, так не видно, что они розовые. Но очень красиво. Сегодня нам еще, короче, повезло с погодой, так скажем. Сейчас вообще не жарко. Изначально мы собирались поехать на пляж, но потом увидели, что было не так солнечно, облачно. И решили, надо поехать куда-нибудь погулять. Вот. И сейчас мне уже тут так нравится. Мы только зашли в несколько километров парк. Кто-то? Горилла, да? Да, это Горилла. Огроменный просто. Один лежит, другой что-то жрет. Кто-то нашел. Куда-то собрался. Вау. Вообще. Сделал дело гулять смело. Блин, на самом деле, они быстро передвигаются, слушайте. По кругу. А, вот шар надувается. Как собаки. Блин, их все отрекли. Такой худенький стоит. И сюда. Мы, короче, приехали на Дубай Крик Харбор. Короче, какой-то, я так поняла, что полуостров. И тут такая красота, тут все новые дома. И есть выход к воде. И вид, самое главное, на Бурж-Халифу. Но сейчас из-за песка ничего не видно. Но остров вообще очень крутой. Что могло бы быть тут на закате? Очень красиво, я так скажу. И главное, что нам показало, это все наша знакомая, подружка, которая тут живет. Потому что сами мы бы никогда сюда не доехали. Потому что, ну что обычно. Дубай-Марина и Бурж-Халифа, места, куда можно поехать. И тут просто какой-то полуостров оказывается какой-то новый. Где сейчас все самые новые постройки, офигенные дома. И куча мест, где погулять. И вот видите, какая сейчас еще дымка на улице. Ну, такое, как бы. Я думаю, это из-за песка. У нас еще романтический ужин из KFC. Финляндинит KFC. С таким видом. Как называется? Грик Харбор? Грик. Я думала Грик, но оказался Крик. Короче, жраки тут у нас. Хоть KFC поем наконец-то. Вот вы их в палке. В ресторане. Слишком много. Лучший ужин. Обзор. Просто жизнь с картинки. Идеальная. Смотрите, какие набережные. Еще тут музыка везде такой. Релакс. Кстати, иногда можно снимать маску, когда никто не видит. Где особо много людей нету. Но, конечно, рискованно. Вообще, посмотрите, какая красота. Мы, короче, приехали в еще одно нетипичное место, которое я вообще сама никогда не поехала. Хорошо, что наша подруга нам все это показала. Тут, короче, построенное. Я не знаю, что это. Такое место для прогулки под старину. То есть, вот какие у них раньше были дома. Вот такие вот все. Это не реальные старые дома. Это вот так построили. Вот тут вот так гуляешься. Сейчас уже сказали, что мы будем кататься на лодочке. Вообще класс. Столько мест за день, которые я сама никогда не посетила. Ах, как красиво. Влог. Я столько всего наснимала. Счастливая. Сделаешь две части. Да, я тоже думаю. Выйдет две части влога, ребят. На этом моменте мы закончим. Не говори ничего.